Результаты недавних мета-анализов о действии аспирина, о снижении смертности от рака примерно на треть среди пациентов, ежедневно принимающих низкие дозы аспирина, с полным правом можно назвать поразительными. Тем не менее, защита от западных раков среди тех, кто употребляет в своем рационе большее количество растительной пищи, еще более поразительная. Перед вестернизацией диеты японцы употребляли лишь 5% и менее продуктов животного происхождения. А вот их уровень заболеваемости раком по сравнению с Соединенными Штатами в то время. Обратите внимание, что скорректированные по возрасту показатели смертности от рака толстой кишки, простаты, молочной железы и яичников были от 5 до 10 раз ниже, чем в США. А смертность от рака поджлудочной железы, лейкозы и лимфомы в 3-4 раза ниже. Но это явление связано отнюдь не с обособленностью Японии. Западные виды рака также были сравнительно редки и в других обществах, где люди питались преимущественно растительной пищей. Защита от рака, обеспечиваемая в течение всей жизни потреблением растительной диеты в сочетании с постностью и чувствительностью к инсулину, которые, как правило, возникают вследствие такого питания, может быть весьма существенной. Таким образом, образ жизни, необходимый для минимизации риска развития рака, может включать в себя диету из цельной растительной пищи. Если существует защита от рака, связанная с фитонутриентами растений, содержащих аспирин, существуют ли какие-либо растения, которые содержат салицилаты? Салициловая кислота – основной активный ингредиент в аспирине повсеместно присутствует во фруктах и овощах, а также в травах и специях, где содержатся невероятно высокие концентрации. Перец, паприка, куркума содержат большое количество, но рекордсменом является тмин с одним процентом аспирина. Употребление в пищу чайной ложки тмина равноценно одной таблетке аспирина. Следовательно, люди, которые включают значительное количество специй в свой рацион, потребляют значительно более высокие суточные дозы салицилатов. Существует мнение, что низкая заболеваемость колоректальным раком среди индусов связана со значительным воздействием пищевых салицилатов на протяжении всей жизни от потребления специй. Население в сельских районах Индии имеет один из самых низких показателей колоректального рака в мире. Индусы придерживаются диеты, которая очень богата салициловой кислотой, поступающей из растительной пищи, приправленной большим количеством трав и специй. Бытует мнение, что это связано с куркумином, активным веществом куркумы. Но есть другое мнение о влиянии салициловой кислоты в тмине. В любом случае, чем больше специй, тем лучше. Острый вегетарианский карри может содержать в 4 раза больше количества салицилатов, чем вегетарианское блюдо в стиле Мадрас. За один прием пищи вы получите ударную дозу аспирина в крови, сравнимую с употреблением таблеток. Таким образом, употребление пряных вегетарианских блюд с травами и специями может быть более химиопротекторным, что означает более действенную профилактику против рака, в отличие от обычных, более пресных вегетарианских блюд. Кроме этого, можем также есть органические продукты, поскольку салициловая кислота является защитным гормоном растений, концентрация которого увеличивается, когда растения подвергаются естественному воздействию среды. Например, когда на растения нападают жуки, в отличие от растений, обработанных пестицидами. И действительно, супы, приготовленные из органических овощей, содержат почти в 6 раз больше салициловой кислоты, чем супы, приготовленные из традиционно выращенных ингредиентов. Мы должны также выбирать цельные продукты. Цельнозерновой хлеб с высоким содержанием салициловой кислоты содержит примерно в 100 раз больше растительных веществ, чем в белом хлебе. 800 по сравнению с 8. Это действительно поднимает вопрос. Как насчет других 799? Интерес потенциальных положительных эффектов диетических салицилатов повысился, в частности, из-за большого количества информации о профилактическом эффекте аспирина. Тем не менее, не следует забывать, что растительные продукты, содержащие салициловую кислоту, как правило, являются отличными источниками целого ряда других фитонутриентов, многие из которых имеют противовоспалительный и антиоксидантный эффект. Их потенциальные защитные эффекты не следует упускать из виду. В этом контексте диетическую важность салициловой кислоты невозможно переоценить. В самом деле, некоторые считают, что дефицит салициловой кислоты имеет такие важные последствия для общественного здравоохранения, что она должна быть выделена в качестве одного из важнейших витаминов, а именно витамин С. Но самое важное, что можно выделить из вышесказанного – ешьте больше растительной пищи. Продолжение следует...